Всем добрый день! Сегодняшний мой ролик это ответ на ваши просьбы рассказать свое мнение о креме ультрапитательном коллекции ZIMA под номером 0904, потому что совсем недавно я проводила обзор всевозможных кремов, масел, суфле для тела такой под коллекцией Beauty Cafe, которая есть в компании Faberlic. Ну и попросили вот рассказать об этом креме. Расскажу, поделюсь, и действительно тут есть особенности, есть свои изюминки, есть моменты, которые нужно знать, понимать и пользоваться ими, но у меня есть еще такое небольшое объявление, потому что правда, каюсь, я не всегда успеваю всем ответить. Во-первых, по поводу моей книги. Книга подписана, книга находится в типографии, но в типографии очередь. Москва, город большой, да, и книга по планам издательства выходит в феврале-марте. Вот такая небольшая задержка именно в печати. Книга реализовываться через Faberlic не будет, потому что все права на издание книги принадлежат издательству и будет она реализовываться либо в книжных магазинах, либо через интернет-сайты. Я обязательно ссылку дам. Книга никоим образом не посвящена только компании Faberlic. Это, собственно говоря, ответы на те мифы, которые чаще всего возникают у женщин в плане ухода за собой, ухода за телом и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, она подразумевалась, как рассказать фишки, то, о чём умалчивают косметологи. Ну и ответить на основные такие вопросы, которые чаще всего задают люди. Но, тем не менее, там будет информация, миф о кислородной косметике. Это один момент. Естественно, будет информация, ну, по крайней мере, мне пообещали, что будет про новофтем. Потому что это будет, ну, абсолютно много чего касаемо. Единственное, что не вошёл в блог детская косметика и мы, дети косметика. Вот. Может быть, это будет отдельная книга. Может быть, я буду всю эту информацию освещать на сайте. Слава Богу, сайт делается. Это будет, скорее всего, точнее, это будет мой блог. Спасибо большое Ларисе из Николаева, потому что я бы без неё никуда бы не справилась. И в ближайшее время только остаётся его наполнить. Поэтому я и задерживаю ролики с выходом с коллекции такой Решейпинг, Матридженикс. Всё протестировала. У меня такая информация классная про этим коллекциям. Но, правда, я в ролик не могу впихнуть всю информацию, поэтому что-то будет сказано в ролике. А основное описание продукта уже будет дано в блоге. Поэтому, ну, вот я надеюсь, что в ближайшую неделю-две всё это дело разрулится. Поэтому, вот, собственно говоря, такая небольшая информация. Книга будет. Блог, он тоже как бы делается, тоже вот-вот нас нося. Ну, и в отношении вот этого крема зима. Вот в целом у меня оценка просто потрясающая. Это один из тех косметических продуктов, который, что называться, must-have должен у нас присутствовать. Но, есть одно но. И это, скорее всего, дань моде. Вот в последнее время появилось, ну, просто, ну, это маркетинговый большеход, на самом деле. Такие продукты, которые предназначены для всей семьи. Или же, вот, крем для лица, рук и тела. Ну, сразу скажу, это нечто усреднённое. Потому что создать продукт, который бы решал проблемы разных возрастов, разных полов, да, разных типов кожи, просто нереально и невозможно. Вот давайте логически подумаем. Что значит крем для всей семьи? У ребёнка кожа отличается от кожи взрослого. У мужчины кожа отличается от кожи детской. Детская кожа имеет свои особенности. А зрелая кожа нуждается вообще в совершенно другом уходе. Поэтому, когда говорят, что крем для всей семьи, это нечто усреднённое, которое больше всего подходит для средней возрастной группы, для нормального, ну, чаще всего для нормального типа кожи. Ну, вот у нас, вот, если этот крем сказать, вот так посмотреть на его состав, то это крем больше для нормального типа кожи, в среднем до 25 лет. Ну, поскольку добавлены питательные добавки, да, то ещё годится для сухой. Возрастных каких-то проблем в качестве подтягивания овала лица, разглаживания морщин он не решает, не решает. Равно как он вообще не решает проблемы там с угрями, с расширенными порами. А точно так же он совсем детскую кожу не защищает, там, от, скажем, золотуха дерматита. Я тут прошу прощения, у меня иногда будете слышать либо мурчание, либо кашель, потому что вот помощница есть, ну, без неё никак. Поэтому крем для всей семьи, ещё раз повторю, это больше рекламный ход. Всем постоянно пользоваться этим кремом не нужно, не нужно абсолютно. Это вот как бы палочка-выручалочка в определённый период, у нас это период зима. Дальше, крем для лица, рук и тела. Правда, меня, лично меня коробит вот такой вот. Я всё-таки училась на классической школе косметологии, когда нас учили так. Крем для лица, поскольку кожа лица тоже имеет небольшие свои особенности, не сильно-то она может быть отличается, но поскольку мы её чаще красим, она контактирует с факторами внешней среды и так далее, там подобное, то есть у неё свои особенности, да, и кожа лица стареет у нас быстрее, чем кожа тела. Так вот, у меня такое было, знаете, как золотое правило. Крем для лица наносить на руки и тело можно, но вот крем для тела на кожу лица наносить не рекомендуется. Не в плане того, что не нельзя, да, а в плане того, что не рекомендуется. И вот чтобы сбить вот этот психологический момент, лично для меня, когда крем написан для лица, рук и тела, мне пришлось, знаете, вот пересмотреть ещё раз состав, сделать для себя вывод, что это крем для лица, который можно применять для тела и для рук. То есть вот тогда была снята планка. И честно, я признаюсь, что я этот крем, он у меня третья баночка, но у меня этот крем для ухода за телом и руками. То есть у меня даже в мыслях, честно скажу, применять его для лица никогда не возникало. Почему? Потому что он в силу моего возраста, да, уже не решает возрастных проблем. Поэтому я его вот применяла для тела, для рук, но когда народ стал спрашивать, да, скажите там типа свое мнение, я написал, ну вот-вот, скоро на днях. Почему? Потому что я просто-напросто взяла и две недели мазюкала его на лицо, то есть тестировала на лице. Слава Богу, попало в такой жуткий момент, когда у нас тут и снегопады, и морозы, и вообще были перепады, плюс, потом минус, минус, потом плюс и так далее, тому подобное. И вот теперь я могу поделиться своими впечатлениями. Еще раз, это крем усредненный, крем, который больше подходит для нормального или сухого типа кожи. Крем, который можно применять ограниченный период, лучше в зимний, потому что он действительно более плотный состав, такой жирноватый он немножко. Но крем, который просто великолепно защищает от непогоды, именно от холодов, именно от холодов. Когда я наносила в качестве дневного крема, знаете, такое ощущение было поначалу, что он жирноват. Приходилось через 10 минут бумажной салфеткой промакивать, потом наносить базу под макияж, краситься и все как обычно. Себя крем проявил просто исключительно в качестве базы под макияж, то есть макияж не тек, это один момент. Второй момент, не было никакого парникового эффекта. То есть парниковый эффект возникает у защитных кремов на очень плотной, ну я так говорю, в кавычках, вазелинной основе. Когда ты входишь из помещения, допустим, вот плюсовая температура, выходишь на улицу, потом опять в помещение, и у тебя начинает не только плыть макияж, потому что ты потеешь под этим толстым слоем крема защитного, да, но у тебя и капельки пота, и ты начинаешь краснеть. И более того, кожа, она в принципе не дышит, ну нормально не дышит, в кавычках, и нормально не может работать. То есть все физиологические процессы как-то подавляются вот этим кремом защитным. Так вот, в нашем вот этом креме вот такого парникового эффекта абсолютно не было. Более того, я вам скажу, что было очень комфортно даже. Я вот всегда как-то зимой, но наносила какой-то кремушек и замечала, потом прихожу, у меня тут явление купероза. Ну, не скрою, правда, я же не идеально выгляжу, и у меня есть свои проблемы. И, кстати, знаете, я еще хотела, ну уж коль вспомнила, попросить прощения у некоторых своих зрителей. Почему? Потому что ставят иногда дизлайки, очень ругаются на меня, когда я критикую какие-то продукты фабрликовские. Но я уже научена горьким опытом, и те продукты, которые мне вообще не нравятся, я просто про них не снимаю ролики. А те продукты где-то, если у меня что-то проскакивает, ну я просто проговариваю. Так что извините, пожалуйста, кого я обижаю этим, но, опять-таки, я повторю, я не такой фанат, что прям все, 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 и жизнь встала. Так вот, возвращаясь к нашему крему, я вот действительно почувствовала отношение компании, которая вот тщательно создавала этот крем к нашей коже, знаете, вот чтобы ей было очень комфортно. И на самом деле, если посмотреть на состав, ну вот в основе там идут всякие эмульгаторы, стабилизаторы, вот даже говорить о них не хочу, берете гугл, вбиваете, вы увидите, что половина здесь, большая часть точнее, это активные ингредиенты натурального происхождения, чаще всего там пальмовое масло и так далее, там подобное, да. Но вот в основе масла ши, навафтем наш, слава богу, и экстракт семян масла. И вот даже вот эта вот троица, она просто очень-очень-очень хорошо себя зарекомендовала зимой. Тем более, я должна сказать, что масло ши это вообще пришелец к нам из Африки, это их масло, но вот очень любят в защитных кремах применять именно масло ши за его такие уникальные свойства защищать кожу. Поэтому для меня было открытием, то, что крем действительно вот очень комфортный, и даже когда я перестала вот применять несколько дней, потом думаю, ну все, вот все, не буду, пора переходить на то, что у меня есть. Знаете, кожа даже немножко расстроилась и обиделась, то есть холодно на улице, у нее была такая защита, а тут более тонкий слой какой-то непонятно чего. Поэтому, ну, просто великолепно, у меня нет слов. Действительно, крем работает как защитный, не просто как ультрапитательный, да, сверх подпитал и так далее защищенный, но вот кожа успокоилась, то есть все вот эти морозные дерматиты, все вот эти явления купероза на холод, все вот эти перепады, все вот эти аллергические бурные реакции, все это так потихонечку, оно все приглушило, ну, то есть, ну, замечательный крем. Но, еще раз повторю, даже вот для меня, по ощущениям, это крем такого строго зимнего периода, когда холода, еще раз объясню, почему, потому что он жирноват, он плотноват, потом, значит, когда будет потепление, он будет не так комфортен, это однозначно, и второй момент, он не решает возрастных изменений, да, он не решает возрастных проблем, которые нужно решать, в принципе, как-то. Вот, единственное, что я так думаю, что обладательницы очень сухой кожи, его могут применять и утром как базу под макияж, и вечером в качестве питательного крема, и у них этот период чуть подольше. Ну, и еще, вот я хочу оставить немножечко на перспективу, я уже неоднократно говорила, что масло ши великолепно восстанавливает кожу после ультрафиолета, да, и вот я думаю, что можно будет рекомендовать именно этот крем тем женщинам, которые очень глупо загорают и получают солнечные ожоги. Вот успокаивать этот крем должен очень-очень хорошо такую кожу. Ну, а еще у этого крема такой потрясающий эффект, что я вот теперь очень рекомендую его тем, кто ездит на горнолыжные курорты, там, где вот солнце, солнце на 100% отражается от снега, и, ну, знаете, есть даже такие, загорают, да. Так вот, смотрите, мало того, что этот крем будет защищать от мороза, и масло ши в этом креме еще будет защищать от ультрафиолета, то есть это вот такая палочка-выручалочка, когда солнце есть, да, иногда даже с пигментацией прижать после курортов, нужно защищать кожу от ультрафиолета, и тут же нужно как-то кожу защищать от мороза. Поэтому вот, вот такое вот замечательное маселко, которое имеет место быть. И последнее, что в сравнении с вот этой вот нашей всей вкусной бьютика-феевской коллекцией, ну, во-первых, уже не идет сравнение, потому что присутствует Новофтем, там, где Новофтем, эффект от крема, от составляющих крема уже в разы выше, это один момент. По питательности, вот, правда скажу, несмотря на то, что это мое любимое, самое питательное из той коллекции масла, вот ультрапитательный, он действительно больше питает, больше питает, сильнее. А, нравится вообще более тонкая, нежная душка, чем вот эти всякие фруктовые, там, ванильки, землянички и так далее, и тому подобное. И вот это масло, оно, вот по мне, субъективно лучше распределяется, более тонко, более нежно, быстро впитывается, не оставляет никаких следов на одежде, но и вот ощущение бархатистости на коже значительно дольше, чем, скажем, вот в вишневом конфитюре. Так что, рекомендую, если вот эти кремы, я говорю, что это нечто среднее, непонятно, статистическое, такое приятное по цене, то вот крем зима, вообще всю эту коллекцию я очень люблю, и, ну, даже настаиваю, чтобы она была. Ну, и самое последнее, все забываю, вот для всей семьи, я больше рекомендую крем деткам от трехлетнего возраста, когда мамы выходят на улицу защищать, там вот нужно щечки, ручки. Если нет нашего детского крема, фаберликовского, защитного, то лучший вариант это вот этот вот. Ну, а в отношении своего специального крема для лица, они абсолютно разные по составу, там и добавлено масло какао или цитин, насколько я помню, витамин Е входит, ну, к маслу Ш. Вот, более, скажем, богатый состав, но, но по питательным свойствам крем для лица зима, именно зима, он уступает вот этому ультрапитательному. Так что, ну, в принципе, вот такая вот информация, надеюсь, что она вам как-то поможет. Субтитры сделал DimaTorzok